Си Цзиньпин провел инспекцию в Чунцине. Посол КНР в США призвал весь мир бороться с изменением климата. Китай доставил в Йемен гуманитарную помощь. Министерство финансов КНР отметило резкий рост налоговых поступлений. Инвестиции в водную инфраструктуру Поднебесной достигли рекордного объема. Китай запустил в эксплуатацию крупнейший в мире контейнеровоз на электротяге. В Шанхае проходит первая неделя климата. Фестиваль воздушных змеев собрал гостей со всего света. Молодые таланты съехались в Гуанчжоу на Всемирный форум детского развития. Председатель КНР Си Цзиньпин совершил двухдневную инспекцию Чунцина – крупнейшего китайского мегаполиса. Во время поездки глава государства посетил Международный логистический хаб и Центр цифрового управления городскими службами. Этот комплекс собирает информацию об инфраструктуре и коммуникациях Чунцина, повышая эффективность работы местной администрации. Также китайский лидер оценил развитие международного сухопутно-морского торгового коридора и модернизацию мегаполиса. Чтобы убедиться в повышении качества жизни, Си Цзиньпин осмотрел один из спальных районов города. Его застраивали во второй половине прошлого века для размещения рабочих станкостроительного завода. Два года назад здесь запустили проект реконструкции. В результате удалось отремонтировать 110 тысяч квадратных метров в устаревших зданиях и благоустроить 90 тысяч квадратных метров общественных пространств. Условия жизни улучшились не только благодаря обновлению домов. Теперь более 8 тысяч жителей микрорайона могут легко решать бытовые проблемы, используя интеллектуальные технологии. Особое внимание местные власти уделили нуждам детей и старшего поколения. Только совместными усилиями Китай и Соединенные Штаты смогут найти решение для борьбы с изменением климата. С таким заявлением выступил посол КНР в США СЕФЭН на конференции в Гарвардском институте государственного управления имени Джона Кеннеди. Странам по всему миру следует мобилизовать ресурсы для борьбы с климатическими изменениями. В глобальном масштабе налицо острая нехватка экологичных производственных мощностей. Развитие чистой энергетики сдерживается из-за чрезмерной тревожности отдельных стран в этой сфере. Если возводить барьеры для торговли зелеными решениями, это только увеличит затраты на переход к низкоуглеродной энергетике. Посол напомнил, что инициатива «Один пояс, один путь» и другие возможности развития, которые предлагает Китай, открыты для всего мира. По словам СЕФЭНа, Пекин готов сотрудничать с Вашингтоном, чтобы совместно осваивать международные рынки. Вопрос только в том, пойдут ли на это Соединенные Штаты. Китай доставил в Йемен новую партию гуманитарной помощи. В нее вошло более тысячи единиц медицинского оборудования. Среди них аппараты искусственной вентиляции легких, дефибрилляторы, рентгеновское оборудование, больничные койки и машины скорой помощи. Йемен принял гуманитарные грузы в городе Эль-Мукала, столице провинции Хадрамаут. На церемонии присутствовали поверенный в делах посольства КНР Шао Джен, замминистра здравоохранения и народонаселения Йемена Абдула Дахан и другие официальные лица. Китайский дипломат выразил надежду, что новое медицинское оборудование поможет смягчить гуманитарный кризис в стране и расширит возможности медицинской помощи. Я хочу выразить благодарность дружественному китайскому правительству и народу. Это пожертвование улучшит ситуацию в области здравоохранения и удовлетворит часть медицинских потребностей населения. Мы в очень сложном положении. Помощь КНР облегчит страдания нашего народа. Ближневосточная страна переживает серьезный гуманитарный кризис из-за гражданской войны, которая продолжается почти 10 лет. По словам поверенного в делах посольства КНР в Йемене, Пекин стремится внести посильный вклад в восстановление страны и скорейшее достижение мира. Налоговые поступления от отдельных отраслей китайской экономики резко возросли. Об этом сообщил заместитель министра финансов КНР Ван Дунвей. В первом квартале вклад гостиничного и ресторанного бизнеса в государственный бюджет увеличился почти на 45%. Тем временем поступления от индустрии культуры, спорта и развлечений возросли примерно на 27%. В секторах транспортных, складских и почтовых услуг рост составил около 7%, а в сфере розничной торговли – около 6%. Увеличение государственных доходов от налогообложения говорит о том, что на нашем рынке повышается потребительская активность. Общий размер доходов государственного бюджета КНР с января по март превысил 6 триллионов юаней. Из них почти 5 триллионов приходится на налоги. В первом квартале инвестиции Китая в водную инфраструктуру достигли рекордного объема. Такую статистику опубликовало Министерство водного хозяйства КНР. По сравнению с прошлым годом увеличились как масштабы, так и количество проектов в этой сфере. С января по март в Поднебесной запустили почти 700 крупных водных проектов, примерно вдвое больше, чем год назад. Каждый из них требует инвестиций в размере более 100 миллионов юаней. В частности, начались работы по управлению течением Янцзы в провинции Аньхой и сохранению водных ресурсов в провинции Цзянси. Также профильное министерство ускорило реализацию планов по распределению воды в дельте Жемчужной реки и переброске воды с юга на север в центральной части страны. Крупнейший в мире морской контейнеровоз на электротяге завершил свой первый рейс в шанхайском порту Яншань. Длина судна почти 120 метров, ширина больше 23, вместимость 700 стандартных контейнеров при общей грузоподъемности 10 тысяч тонн. В зависимости от длительности предстоящего перехода на морскую электричку можно установить любое количество аккумуляторных блоков. Каждый блок аккумуляторов выдает 1600 кВт-часов электроэнергии. Шести таких модулей достаточно для питания двигателей и обеспечения других повседневных потребностей судна. А мощности 24 блоков хватит на переход в оба конца. Обычному контейнеровозу на те же цели понадобится примерно 15 тонн ископаемого топлива. В результате экономия топлива на каждые 100 морских миль около 4 тонн. При этом в атмосферу попадает почти на 12,5 тонн меньше углекислого газа. После окончания первого рейса специалисты тщательно проверили батареи и противопожарную систему судна. Она разработана специально для электродвигателей с аккумуляторным питанием. На обычных судах пожары тушат водой и углекислым газом. Здесь нужен принципиально другой способ борьбы с огнем. Главная задача – обучить членов экипажа, чтобы они могли заранее обнаружить возгорание в аккумуляторах и немедленно принять необходимые экстренные меры. Первые два полностью электрических контейнеровоза построили для китайской компании «Коско Шиппинг Девелопмент» в конце прошлого года. Головное судно серии после перехода в Шанхай приступило к выполнению регулярных рейсов между крупными городами восточного побережья КНР. Первая неделя климата проходит в эти дни в Шанхае. Начало мероприятия приурочили ко Дню Земли, который отметили по всему миру уже в 55-й раз. В этом году праздник прошел под девизом «Планета против пластика». Неделя климата в Шанхае призвана стать межгосударственной платформой сотрудничества в борьбе с изменениями климата. «Действия Китая, голос Азии, глобальные стандарты» – такой слоган стал лейтмотивом мероприятия. Развивая свою экономику, Китай приложил большие усилия к сокращению выбросов углекислого газа. Мы надеемся, что такие мероприятия помогут рассказать об этом всему миру. В планах КНР достичь пика выбросов углерода к 2030 и полной углеродной нейтральности к 2060 году. Как отмечают эксперты, успехи Китая на пути к достижению двух углеродных целей страны меняют всю энергетическую и промышленную структуру национальной экономики. Две углеродные цели – это новая движущая сила для стабильного экономического роста Китая. По прогнозам, в ближайшие десятилетия они привлекут в страну инвестиции в размере около 200 триллионов юаней. До 2060 года осталось больше 30 лет. Это означает, что каждый год в развитии альтернативной и чистой энергетики будут вкладывать несколько триллионов юаней. Эти отрасли станут маркерами экономического развития Китая. Помощь Китаю в достижении двух углеродных целей стала одной из тем, которые обсуждали на неделе климата в Шанхае. Также в ходе дискуссий затрагивали пути к более экологичному миру и образованию в области устойчивого развития. Парящие в облаках киты, панды и даже мосты. В городе Вэйфан провинции Шаньдун прошел или скорее пролетел 41-й международный фестиваль воздушных змеев. Своё творчество в китайском небе продемонстрировали участники со всей планеты. Наш воздушный змей длиной 75 метров. Он сделан в форме моста Гонконг-Макао. В нем 41 сегмент. И это не случайно, ведь фестиваль проходит в 41-й раз. Впервые фестиваль воздушных змеев прошел в Вэйфане в 1984 году. Его организовала Ассоциация кайтинга из американского Сиэтла. Пять лет спустя 16 стран и регионов, включая Китай, США, Японию и Великобританию, учредили Международную федерацию кайтинга. Ее штаб-квартира с тех пор находится в Вэйфане, который получил неофициальное звание мировой столицы воздушных змеев. А фестиваль стал визитной карточкой города, и каждый апрель привлекает сюда тысячи туристов. В интернете я увидела фотографии и видеоролики с этого фестиваля. Мне очень понравилось, поэтому я решила приехать сюда и увидеть все своими глазами. Считается, что первый большой воздушный змей был сделан именно в этом районе еще в пятом веке до нашей эры. Сейчас на Вэйфан приходится более 70% мирового производства воздушных змеев. В этой индустрии задействовано около 600 местных компаний, в которых работают более 80 тысяч горожан. Около 200 одаренных детей, представители международных организаций и дипломатов из 40 стран приехали в Гуанчжоу для участия в первом Всемирном форуме детского развития. Встречу под девизом «Мы любим науку» организовала Всекитайская федерация молодежи при поддержке ЮНЕСКО и Детского фонда ООН. Если дети любят науку, у нас есть шансы построить мир, основанный на фактах и цифрах. Наука – это свобода от предрассудков и равные возможности для каждого. Ученые с мировым именем провели на форуме десятки лекций, семинаров и мастер-классов для детей. Особое внимание организаторы уделили экологии, проблемам изменения климата, энергопотребления и космических исследований.